Сегодня ребята с площадки кратковременного пребывания настоящие сыщики из детективного агентства. Они ведут собственные расследования, разгадывают загадки и блещут интуицией, вспоминая героев литературных произведений и любимых мультфильмов. Лайдер работает на базе библиотеки, соответственно, мы стараемся приучить детей к чтению, раскрыть фон детской литературы посредством массовых мероприятий. Кроме этого, у нас будут и творческие занятия, мы будем что-то мастерить из бумаги, из подручных материалов, из ткани, шить куклы, развивать моторику. Естественно, у нас будут и спортивные мероприятия, это спортивные эстафеты на улице. То есть мы будем стараться как бы обобщить всё. Площадка кратковременного пребывания «Остров сокровищ» — это удачный и уже традиционный опыт. Работает со 2 по 26 августа с 2 часов дня до 5, кроме выходных. Прийти сюда может любой желающий от 6 до 14 лет совершенно бесплатно. Ученик кадетского класса Даниил уже не первый год посещает площадку библиотеки. Рисуем, играем, разные игры, общаемся, делимся информацией. Мне больше всего запомнилось, как быстренько разгадать шифр тот, потому что я не знала, как эти шифры разгадывать. Теперь узнал. Далее участники детективной истории переместились в зал детского абонемента, где их ждал мастер-класс по рисованию символа библиотеки «Мудрой совы». С детьми занимаются сотрудники отдела обслуживания центральной библиотеки. Конечно, подключаются и отделы информационной технологии. Они будут знакомить, например, детей с президентской библиотекой, то есть с ресурсами президентской библиотеки. Это будут инновационно-методические отделы. Они будут проводить свои мероприятия. В общем, весь коллектив центральной городской библиотеки будет задействован в работе площадки кратковременного пребывания детей. Впереди у ребят много ярких и насыщенных дней, полных увлекательных занятий, игр и развлечений. Им предстоят походы в этнографический эко-музей и веревочный парк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!